Девеевский монастырь Конечно, не он был за рулем. Он погиб прямо на месте аварии. Это была страшная трагедия в нашей жизни, потому что мы привыкли жить в его любви купаться, в его молитвах, ничего не боялись. Мы такие были смелые, и все нам было доступно – и иконы, и фрески, и картины, и воспитание детей. Он нас исповедовал всех и очень умело соединял это потом в своих наставлениях. Я думаю, что нашим счастливым браком мы ему очень обязаны. И когда он погиб, Саша должен был уехать. Он расписывал в Сибири, в городе Киселевске, огромный храм. И для него это была работа и обязательные сроки. Я не могла найти себе места и уехала на Валаам, мой любимый, где в ту пору еще Владыка Панкрати был просто архимандритом. И он с большим пониманием и сочувствием, он вообще любит художников, предоставил мне своего послушника Ивана. Как вы знаете, Валаам 16 километров в длину, 9 километров в ширину. И вот этот Иван завозил меня на рафике с красками, с этюдниками, со всеми водой там, какой-то едой. Оставлял на день, а к вечеру забирал. Но несколько раз я просила этого Ивана позировать мне для моих тем. И вот таким одним из случаев было, когда он меня привез на лесное озеро, и сам ждал, остановился и вот так вот замер. Он настоящий монах, молодой мальчик, в общем, годившийся мне в дети, но тоже уже с каким-то своим опытом, со своей глубиной. Вот я его попросила. Конечно, эта картина написана в мастерской, но этюд к ней, небольшой этюд, вот с такой фигурой, написан был там с натуры. Я, конечно, спасалась. Я прожила там довольно долго, и таких картин целый цикл. Это была такая самотерапия. У нас жизнь, и наша трагедия, и наши какие-то милые, веселые истории – это тугая коса нашей жизни. Главное, чтобы в ней всегда было место в нашей тоске по Богу. Выставка наша называется «Земля моя милая», а представлена здесь вершина Синая. Для любого православного человека Синай – это наша земля. Наша земля, где были явлены нам все заповеди Божьи, которые мы так безуспешно пытаемся выполнить. Вот, это, конечно, земля очень родная. И мы дважды поднимались с детьми и с мужем в полной темноте на вершину этого чудесного на земле места, где нет ни насекомых, ни растений, ни птиц, ни животных. А все опалено, все эти камни, как опаленные огнем, вот только это чудо света. Света с большой буквы. То есть это место, где Господь продиктовал свои правила жизни для человека, при которых он будет самый светел и счастлив. Когда я была маленькой девочкой, и, конечно, мы все слышали о верующих людях, о христианстве, при этом сама я была неверующая, некрещенная там, где я жила, в Ставропольский край. Были разрушены все храмы, уже в позднее время их стали восстанавливать. Но когда я заходила в цветущий лес, который месяц назад был покрыт снегом и стоял во льду, и земля там цвела и было синее неба, для меня никогда не было вопросов, как мы воскреснем, и как вообще, что такое воскресенье. Ну вот, каждый год, миллионы лет, абсолютно умершая, замерзшая земля цветет и благоухает, наполняется пчелами. Папа мой был большой садовник, я бы сказала, с большой буквы. У нас в саду дома росла слива, на которой было 12 сортов слив. У нас была яблоня, на которой росло два сорта яблок и груши. Вот, у нас все, он прививал все, просто с одного раза все приживалось. Мама разводила розы, у нас не было никаких огурцов и картошек, это все очень прозаично. Вот, папа художник, мама тоже преподаватель, хотя она просто инженер была, железнодорожник, но они, в общем, делали жизнь свою красивую. На этих крошечных шестисутках у нас вот такой был рай. Цвели персики, сливы, груши, вишни. Однажды к нам пришла комиссия, которая считала, не много ли всего у каждого посажено в саду. Родителей, конечно, не было дома, я была, лет 8, наверное, не было. Сколько у вас груш? Я сказала, три. Сколько у вас яблок? Я сказала, четыре. Сколько персиков? Два. Сколько черешни? Три. А сколько вишен? Я не знаю. Иди посчитай. Напомню, что фамилия Вишняк. В словаре Удали написано, что Вишняк – это вишневый сад, в скобках цветущий. Я пошла, посчитала, сколько у нас вишен. Выхожу, говорю, 26. Они говорят, как? На шестисотках столько всего. У нас было 26 вишен. Я не знала об этом. Я просто сказала, посчитай. А внизу росли розы. Всё. Вот, поэтому для меня вот эти цветущие, до сих пор, когда я вижу, как цветут яблоневые сады, мне кажется, что не нужно никаких словесных доказательств. Потому что из мира смерти, из мира льда и снега эти деревья только по персту Божьему, по желанию Божьему начинают цвести, плодоносить. Кормить людей, радовать взгляд и быть потрясающим фоном для влюблённых и для поэтов. Поэтому никогда у меня не было никаких сомнений в том, что воскресенье, ну это же так просто, очень трудно меняться. Вера в воскресенье была всегда, ещё до крещения, которое в 17 лет состоялось. Я очень люблю цветы, потому что это тоже такие знаки, говорящие, дышащие, пахнущие. Это, конечно, жители рая. Но в жизни многодетной мамы не всё так гладко, как вам кажется. Потому что бывают трагические состояния. Четверо детей, никто не хочет слушаться, никто не хочет есть. Чистить картошку никто не хочет, посуду мыть тем более. Если муж занят, его нет, тогда ты всё. Говоришь себе, всё, всё пропало, ничего не получается, ничего не складывается, работать некогда. Всё. Я бросаю всех и ухожу. И вот эта картина про то, как я ухожу. Это один из немногих автопортретов. Эта картина называется «Бывают дни, когда?» И многоточие. Как вы помните, когда-то Макаревич, и это не надо вырезать, когда-то Макаревич писал прекрасные стихи. «Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. Такие дни я был с собой в разлуке, никому помочь мне не просил». Так вот, бросив всех малолетних детей, бросив в надёжные руки мужа, я уходила. Вот так обычно. Или в поля, или в леса. Или куда-нибудь вдоль водоёмов. Очень надолго, часа на полтора. И оттуда всегда возвращалась наполненная, тихшая, отдохнувшая, без претензий, полная сил и любви от этой травушки. Вот эта картина написана, когда мы все были в изоляции. И это, как вы помните, были тяжёлые времена марта, апреля. Была какая-то бесконечная зима, холода, метели. Всё было нельзя, гулять нельзя, думать нельзя, любить нельзя, радоваться совсем нельзя. И я просто стала доставать из памяти самое радостное, что я видела. Такое я видела в Италии. На заборе просто росли разные ипомеи. Я очень люблю ипомею. Она растёт везде, где только может. Ей ничего не надо, кроме желания карабкаться вверх. И этим, конечно, она просто наполняет радость своим цветом невероятным и своим желанием ползти вверх. Вот это желание ползти вверх во всех трудностях я рекомендую в себе находить всем, кому грустится. А Саша мой считал, эта картина недавно написана, уже Саши не было. Саша мой считал, что золото обязательно надо использовать в творчестве, потому что это просто цвет вечности, цвет вечной радости, цвет неизменности. И поэтому я взяла просто краску, это, конечно, не золото, хотя Саша, он некоторые мои картины золотил фона и считал, что должно быть настоящее золото. Если сюжет для тебя очень значимый, почему бы там не быть золота? И вот это из этой серии, когда сам себя лечишь, цветотерапия. Ну, остальные работы о Петербурге, о Суханове. Я очень люблю осень, потому что мне кажется, что это апогей, это апогей красоты. Даже не цветущие яблоневые сады, что само по себе уже рай, а вот именно земная красота, апогей цветения, это золото в листьях, это осень. Поэтому даже в Москве нет такой золотой осени, как северняя в Петербурге. И я обязательно уезжаю туда каждую осень, пожить там, пописать, побродить в Павловске, в Царском селе, там поработать. Всё это светит, греет, наполняет. И, как вы заметили, у меня мало зимних пейзажей. Я, как южный человек, всегда долгую зиму дописываю осень, вот, и греюсь её светом. А зиму пишу, вот, есть там этюд «Дорога на сырсы», есть этюд «Дорога на деревню Пятницу, зимний лес». И, в общем, может быть, ещё небольшие, написанные трусливым художником из окна автомобиля, потому что, когда минус 20, очень трудно сидеть в снегу и рисовать замёрзшими руками. Поэтому, если позволяла возможность, я писала из машины. Хотя, сейчас, вспоминая свою юность, я помню, как в морозную зиму пришёл Саша из армии, понёс мне, как всегда, этюдники с собой. Мы писали «Андрониковский монастырь», а он отморозил руки и ноги там в Приозёрске, в морфлоте. И он сказал, как ты можешь столько сидеть на морозе? Говорю, Саша, я совершенно не замёрзла. У меня просто, ну, «Андрониковский монастырь писать весь снегу, это же красота невозможная». Он говорит, можно, я уйду в какую-нибудь подворотню, там погремимся. Вот, то есть, конечно, в юности это было иначе. Не было никаких автомобилей, писали всё с натуры. И я думаю, что и писать с натуры, и людей, и писать с натуры весь этот Божий мир – это потрясающее самовосстановление, это знакомство и обогащение художника за счёт вот этих удивительных перемен в природе, за счёт чужого, внутреннего, глубокого мира, который в миллион раз больше, чем твой. И получается, что, общаясь с Владыкой Антонием, ты раздвигаешь все свои внутренние возможности, и ты уже живёшь совсем по другим законам. Общаясь много лет с отцом Анатолием, мы получили такой запас любви на будущую жизнь, что нам действительно легко было жить и преодолевать бытовые трудности. Я вспоминаю, что Владыка Антоний вообще к бытовым трудностям, ну, никак не относился, как будто их нет. То есть его интересовали только вопросы цветения души другого человека, чтобы она зацвела, чтобы она из мёртвой стала живой, чтобы она любой ценой ожила. Неважно, насколько, настолько или во всю силу. И вот я помню это, что после литургии у них там есть небольшое помещение, куда приходили, приносили прихожане, кто гречневую кашу, килограмм. Это была большая жертва, потому что в Лондоне гречки не было, господа, в 93-м году, где кто-то, видно, привозил, и это приносилось как очень вкусная еда. И я помню, когда вот наваренная эта гречневая каша, какой-то скромнейший салат из сухой капусты, какой-то компот сваренный из сухофруктов или из замороженных ягод, Владык Антонио никогда не садился. Вот все сидят голодные после долгой службы, что-то там клюют. Он обходит каждого. И с каждым доброе слово скажет. Кому больше нужно внимания, чуть-чуть больше задержится, поговорит. Я всё пыталась, как Саша говорил, с синдромом многодетной матери, хоть что-то его накормить. Это не надо, это потом. То есть как будто для него не существовало голода. Митрополит, всемирно известный человек, абсолютно припростый в общении, абсолютно открытый для тебя и врач телесный, и врач душевный. Это, конечно, были абсолютно уникальные люди. И вот такая вот милость Божия безразмерная была у нас в жизни. Редактор субтитров А.Семкин